о каждом конкурсе. Начнем с конкурса «Старт ЦТ-1». Конкурс, на него могут заявляться как физические, так и эротические лица. Это достаточно уникальный конкурс для нас. Я говорил уже, «Старт» первый для нас, наверное, самый массовый конкурс. Больше всего заявители на него приходят. Старт ЦТ-1 в общей своей концепции, наш «Старт» первый классический, повторяет. И здесь, в отличие от конкурса в более поздней стадии, есть возможность заявляться физическим лицом. При этом важно понимать, что если заявитель, физическое лицо, стал победителем конкурса, он будет обязан создать юридическое лицо, и договор гранта мы уже заключаем с юридическим лицом. То есть заявляться, участвовать в конкурсных процедурах может физическое лицо или юридическое, об этом я скажу чуть позже. Но при этом непосредственно договор гранта, договор на финансирование проекта заключается уже с лицом юридическим. Мы закладываем на это определенное время. Я скажу, какое важно отметить, что именно заявитель должен стать руководителем этого предприятия, создаваемого. Момент, касающийся физических лиц, наверное, я на этом закончу. В положении есть более подробная информация. Моя задача сейчас в верхнем уровне про это рассказать. Значит, помимо того, что могут участвовать физические лица, могут участвовать и малоинновационные предприятия, которым предъявляются определенные требования. Первое. Дата регистрации предприятия должна составлять не более двух лет. То есть мы ждем на конкурс, скажем так, молодые предприятия. Второй момент. Компания должна быть зарегистрирована в едином реестре субъектов МСП. То есть если компания удовлетворяет всем требованиям малости, но при этом ее нет в едином реестре МСП, мы, к сожалению, такую компанию допустить к конкурсу не можем. Поэтому если вы подаетесь от юрлица, обязательно проверяйте, что на сайте есть информация о вашем предприятии. Следующий важный момент, что руководители предприятия и научные руководители проекта не должны одновременно участвовать, выступать в качестве заявителей или руководителей других предприятий, научными руководителями в других проектах, которые в настоящий момент финансируются фондом. То же самое касается и заявителей физических лиц. То есть предполагается, что мы одновременно рассматриваем только одну заявку от одного конкретного лица. То есть или это заявитель физическое лицо, или это руководитель предприятия. То же самое касается и научного руководителя проекта. И последний момент, то, что касается юридических лиц, то предприятие ранее не должно получать финансовую поддержку фонда. На физические лица это ограничение не распространяется. Но юридическое лицо, так как сама идеология программы «Старт» это, скажем так, направлено на создание, не создание, а создание, или некие создания предпосылок для импульса, для того, чтобы компания выстрелила с какой-то научно-технической идеей, с каким-то продуктом. Поэтому если компания снова и снова будет приходить на старт и просить поддержку, тем более, которая не требует привлечения вне бюджетных средств, это, что называется, никуда не годится. Поэтому у нас есть такое ограничение. Если компания раньше получала финансирование в фонде, неважно по какой программе, мы такую компанию не допускаем. Физические лица, если физическое лицо подавалось ранее и пришло снова, с другим проектом такие ограничения на физическое лицо не распространяются. Физические лица условно могут участвовать в бесконечное количество раз. Какие результаты мы ждем по окончании реализации проекта? Первое, самое главное, должен быть завершен не ОКР. Второе, должна быть создана научная или научно-техническая продукция. Это может быть экспериментальный образец продукта. Это может быть прототип продукта. И третий важный момент, должна быть вводная заявка на регистрацию тех результатов интеллектуальной деятельности, которые были получены в ходе выполнения этого проекта. Следующее основное условие. Грант до... Выделяется... Объем гранта составляет до 3 миллионов рублей. Грант выделяется только на не ОКР. То есть, что у нас входит в расходы, которые может внести грантополучатель. Это зарплата с начислениями. Это материалы сырье или комплектующие. Это услуги соисполнителями или сторонних организаций. И это общихозяйственные расходы. Это вот только по этим направлениям могут быть потрачены средства гранта. Тратить деньги на коммерциализацию продукта, если он получен, на маркетинг, на продвижение. Из этих денег нельзя. Еще раз повторюсь. Деньги в рамках старта... В принципе, в рамках первого старта есть только на не ОКР. Следующий важный момент. Привлечение вне бюджетных средств здесь не требуется. Только для старта ЦТ-1 привлечение вне бюджетных средств не нужно. То есть, вы получаете грант в размере до 3 миллионов рублей, используете для реализации проекта и отсчитываетесь по тем затратам, которые вы понесли в рамках проекта. Все. И срок выполнения не ОКР составляет 12 месяцев. Теперь критерии обора заявок. В каждом положении, по каждому конкурсу в приложении, в приложении, в положении, вернее, о старте ЦТ, это, по-моему, приложение второе, если я не ошибаюсь, приведены критерии, по которым оцениваются те заявки, которые поступили на конкурс. Это три критерия, которые в себя включают подкритерии. Каждый из критериев, из этих трех, оценивается в 5 баллов. То есть, максимально, сколько заявка может получить, какую оценку она может получить, это 15 баллов. Дальше уже эксперты смотрят, насколько заявка отвечает тем критериям, тем подкритериям, которые прописаны вот здесь. Я, наверное, прямо очень подробно останавливаться не буду. Скажу так, условно, все критерии, фактически по всем Некровским конкурсам, они включают в себя три группы критерий. Первое – это оценивается научно-техническая составляющая проекта. Второе – это оценивается экономическая составляющая проекта. То есть, это все, что связано с коммерциализацией продукции. И если это речь идет о конкурсах в более поздней стадии, это то, что касается оценки самого предприятия. И третий блок – это оценка квалификации той команды, которая заявляется на проект. Дальше, когда я буду рассказывать о причинах отклонений, я более-менее подробно остановлюсь на этих критериях. Но важно понимать, что когда вы подаете заявку, вы должны приложить исчерпывающее количество материалов, дать исчерпывающее количество пояснений, чтобы ответы на все вот эти вопросы, которые приведены здесь, эксперты увидели и смогли правильно оценить ваш проект. Если потом потребуется, готов более подробно пройтись, сейчас пока остановлюсь в тезисном. Следующий конкурс, о котором мы сегодня будем говорить, это развитие цифровой технологии. Здесь участвуют только юридические лица, и, по сути, здесь два серьезных ограничения, которые относятся непосредственно к компании-заявителю. Первое. Эта компания, опять же, должна быть в едином реестре субъектов МСПР. И второе. Руководители предприятия и научные руководители проекта не должны участвовать в других заявках. Неважно, в какой роли, в роли заявителя или руководителя другого предприятия или этого же предприятия, они участвовать не могут. Повторюсь еще раз, конкурс направлен не на совсем свежесозданные компании, а предполагает, что компания имеет опыт реализации МЕОКР и имеет опыт коммерциализации МЕОКР. То есть какие-то результаты были получены, и какие-то продажи уже были. Когда проходит оценка заявки, в том числе анализируется структура выручки компании, то есть что компания до этого заработала, что именно делает.